Арбитражные институты Алексея Корочкина, председателя Международного арбитражного суда Палата арбитров при Союзе юристов Белоруссии. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, органы и послушатели. Алексей, расскажите, пожалуйста, немного о Международном арбитражном суде, его истории, руководстве и планах на будущее. Первая редакция устава Палата арбитров была утверждена 12 июня 2009 года. На протяжении последующих 10 лет Палата арбитров пробовала различные способы своего продвижения, использовала различные маркетинговые приемы, меняла свои регламенты, разрабатывала новые специализированные регламенты, меняла ставки сборов, арбитражных расходов и так далее. Но, к сожалению, по тем либо иным объективным, субъективным причинам ничего из этого не приводило к нормальному функционированию, дела в суд, к сожалению, не поступали. Менялось руководство после 5 лет. Один руководил президиум, опять же, изменен существенный регламент, но, к сожалению, по ряду причин так положительной динамики и не ощущалось. И поэтому в конце 2019 года уже начали стоять вопросы о том, чтобы закрыть, ликвидировать этот суд, не получилось у нас. И давайте как бы забудем о том, что у нас есть и существует. Но палата арбитров, учредителем палаты арбитров является Общественное объединение Белорусский Республиканский Союз Юристов. И руководство Союза Юристов все-таки, он сказал, нет, суд должен быть. Давайте все-таки искать другие механизмы его функционирования и продвижения. И так получилось, что с 2013 года при Союзе Юристов существует спортивный третийский суд, который создан исключительно для рассмотрения спортивных споров, который действует достаточно эффективно, рассматривая дела. В том числе допинговые. Есть примеры, когда и отменялись этим судом решения национального допингового агентства, снижались сроки дисквалификации спортсменов. То есть абсолютная независимость этого суда от каких-то влияний и госорганов и так далее, она уже была подтверждена, эффективность тоже была подтверждена. Поэтому мне предложили, Алексей, у тебя там получилось, попробуй, может быть, у тебя получится и здесь. Может быть, ты найдешь что-то новое, что поможет Палате орбитов развиваться. И так получилось, что вот мое назначение совпало в конце 2019 года с поступлением первого иска в суд. То есть, скорее всего, не моя заслуга в этом первом иске, а заслуга предыдущих руководителей. Но вот так совпало. Поступил первый иск, мы приступили к рассмотрению. Уже в 2020 году нам поступило три заявления. Последнее, которое мы рассматривали, заканчивали рассмотрение уже в этом году, оно было с ценой иска более трех миллионов долларов. То есть, достаточно уже серьезные споры нам начали доверять, нам начали передать. И уже началась складываться какая-то практика арбитражная, мимолетная, но вместе с тем что-то у нас начало поступать, что-то мы начали рассматривать. Если говорить о целях наших, то есть такая поговорка, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Лучше пытаться целиться в совершенстве и чуть-чуть не попасть, чем целиться не в совершенстве и быть точно там. Поэтому мы, конечно же, ставим амбициозные цели перед собой, мы хотим стать лучшим региональным арбитражным центром для стран СНГ и стран Восточной Европы. Мы полагаем, что кроме того, что мы должны обеспечить эффективное арбитражное разбирательство, мы должны нести с собой еще ряд функций, например, формирование арбитражной культуры в бизнес-сообществе нашего и формирование arbitration-friendly правопоменительной практики и законодательства. Мы не можем сказать, что сейчас все плохо, но мы полагаем, что есть что улучшать, есть над чем работать. И мы полагаем, что мы готовы на сегодняшний день взять на себя и такую функцию, и нести еще какой-то там просветительский аспект своей деятельности, а не ограничиться только там исключительно рассмотрением каких-то споров. И из ценностей, которые мы для себя видим и которые мы можем предложить тем, кто к нам обращается, это вот нейтральность нашего института, учредителя, союз юристов, это общественное объединение, членами которого могут стать только физические лица. То есть наши потенциальные клиенты, это, конечно же, юрлицы, и то есть ни потенциальные сцены, ни потенциальные отличники не являются членами нашего учредителя, да, этого коммерческого организма. То есть они там не пласят каких-то членских взносов туда, да, и не могут каким-то образом, тем или иным образом там влиять на деятельность этого института. Я уже повторюсь, тут спортивный интернет-ритейский суд, он уже доказал свою как бы объективность, беспристрастность, и в том числе там независимость от государственных органов в своей сфере. И поэтому мы полагаем, что абсолютно такая же преемственность и такой же нейтральный статус мы будем сохранять в деятельности палатарных. Да, следующая ценность, о которой мы видим, это гибкость арбитражной процедуры, да, мы должны максимально удовлетворяться требованиям общества, требованиям развития арбитража и его практики. Мы должны нести ответственность за качество и, самое главное, за исполнимость наших решений. Мы настраиваем наших арбитров, которые назначаются к рассмотрению спора, выбираются сторонами, назначаются для того, чтобы они думали при вынесении решения, при вообще ведении, изначально ведении арбитражного процесса, и при вынесении решения, думали, как это будет исполняться. Потому что по практике работы в системе государственных судов иногда вот такое выражение есть, судья выходит из зала судебного седания, говорит, тут я взыскал, я взыскал там такую-то сумму. Но вот эта сумма поступит ли она взыскателю из СЦУ, да, и когда она поступит, поступит ли она сейчас, поступит ли она через пять лет, это большая разница. И для бизнеса общественных, конкретно в субъектах, изязательно иногда самое главное не получить бумажку какую-то красивую, из красивой печати, а получить именно тот интерес, ради которого он обращался. И арбитраж, он характерен тем, что если мы не думаем о том, каким образом это будет исполняться, если мы не думаем, в какой стране это может исполняться, если мы не предполагаем, какие процессуальные тонкости могут возникнуть при признании, при введении в исполнении этого решения в этой стране, не думаем в ходе нашего арбитражного процесса, либо в ходе формирования, написания нашего арбитражного решения, то мы можем не достигнуть той цели, ради которой к нам обратились в последующем. И наша цель все-таки не просто вынести решение. Наша цель для того, чтобы наше решение было, кроме того, что вынести, оно было признано, приведено в исполнение и исполнено в конечном итоге. То есть вот эта цель, которую мы перед собой ставим, мы стараемся на это ориентировать с хардинами, которые у нас есть и которые назначаются. Ну и в целом мы полагаем, что мы должны постоянно стремиться к совершенству. То есть наш потребитель, тот субъект, который обращается к нам, он должен понимать, что сегодня, включая в свой внешнеэкономический контракт, арбитражную оговорку с указанием на наш институт, он должен быть уверен, что через 3-4-5 лет, когда возможно там возникнет спор, какая-нибудь 50-я поставка вдруг не будет оплачена, и когда он обратится к нам, он должен быть уверен, что он тогда придет в современный институт, практика которого будет отвечать всем тенденциям лучших арбитражных практик мира и будет полностью удовлетворять погибкости, оперативности и качеству отправления арбитражного правосудия, если можно так сказать, будет отвечать требованиям вот этого потребителя. И сегодня, заключая эту оговорку, он должен понимать, что через 4-5 лет этот институт не закостенеет, не забронзовеет, не заснет, а будет развиваться дальше. Вот это то, что мы, ту ценность, которую мы видим, и ту ценность, которую мы полагаем, что мы можем представлять нашим потребителям. Спасибо большое, Алексей. Я так понимаю, достижение этих целей невозможно без эффективной организационной структуры и без опытных арбитров. Поэтому мой следующий вопрос касается состава президиума Международного арбитражного суда и как формируется рекомендательный список арбитров. Спасибо, Илья. Вы совершенно правы. Наш состав президиума действующего сформирован исключительно по профессиональному принципу. Причитание, отличный симбиозом национальных местных практиков арбитражных с ведущими практиками мировыми, я бы так сказал. У нас, я перечислился, членов президиума, в нашем президиуме представителя Российской Федерации, Роман Зыков, фирма Романцев, Российская арбитражная ассоциация, Елена Перепелинская, Украина, фирма Интебити, из Швейцарии Анна Казменко, Шеленберг-Кутмер, Александр Коробейников, Беккер, Маккензи, Казахстан. То есть это специалисты, которые, авторитет которых уже не привлекаем, и все их знают во всем мире. Кроме этого, в состав президиума вошли наши лучшие практики, белорусские, Алексей Анищенко, фирма Саранин, Оксана Котил, Букатские, Волгарецкие партнеры. Андрей Ивашкевич, Адвокатское бюро Дублекстории. Стана Николаевна Миткевич, Адвокатское бюро МБПРАВ. Ну и, конечно же, мне лестно, у меня заместитель, целый заместитель председателя Республиканской и Белорусской коллегии адвокатов Виктор Иванович Чайчиц. То есть я сам адвокат, я его подчиненный. Так получилось, что он мой заместитель. Это самый опытный член президиума. Деятельности нашего президиума мне нравится то, что даже если бы я хотел уснуть, где-то расслабиться, участники президиума мне не дают это сделать. Они постоянно выступают с инициативами, постоянно что-то предлагают, постоянно меня будут. Говорят, Алексей, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем, вот это, вот это, он постоянно. Инициативы, какие-то предложения, подсказки, конечно же, их опыт колоссален, колоссален, и я сам расту вместе с ними, да, и пользуюсь теми знаниями, которыми они делятся со мной, это очень уникальный опыт для меня самого, лично, поэтому я очень рад о том, что у нас есть такой президиум, я очень рад его работе, эффективной работе, тем предложениям, которые поступают, и видя этот президиум, состав этого президиума, вот как бы, на мой взгляд, состав президиума является как раз-таки гарантом вот этого постоянного стремления к совершенству, то, что мы постоянно будем стремиться к совершенству, и что все у нас будет хорошо. Если мы говорим про рекомендательный список арбитров, то надо сказать, что на сегодняшний день к нам поступает, ну, наверное, раз в день поступает новая заявка на включение в список арбитров, новая анкета, да, наверное, ежедневно, на несколько анкет в день. Мы всех арбитров очень тщательно изучаем, берем рекомендации у членов президиума, кого-то, кого мы хорошо знаем, кому мы доверяем, знают ли они их, были ли они с ними там в составе, судили ли вместе, да, изучаем их опыт, практику образования и так далее. То есть очень скопулезно и вдумчиво мы подходим к включению в наш арбитажный регламент арбитров, которые там на сегодняшний день состоят. На сегодняшний день, то есть формирование списка арбитров, оно, я так полагаю, будет продолжаться по всем местам, мы не ставим каких-то ограничений о том, что ей должно быть там 50-100 человек или там 150. Не собираемся закрывать дверь ни перед кем абсолютно. Вот, но вместе с тем, как бы мы, да, оставляем свое право очень-очень выборочно подходить к включению кандидатов в наш рекомендательный список, потому что нам кажется, что рекомендательный список также должен отражать как качество института, если там будет, а бы кто тоже, наверное, будет неинтересно, будут какие-то сомнения вызывать. Вот, и если говорить о том списке, который мы сегодня можем найти на нашем сайте, то у нас 88 арбит из 18 юрисдикций. 12 представляют компании, которые входят в рейтинг арб 100. у нас более 43% представителей прекрасного пола. И мне кажется, что у нас, наверное, самый красивый рекомендательный список арбитров в пространстве СНГ по этому поводу. Вот, поэтому мы также отдельное внимание мы уделяем молодым арбитрам. Да, у нас есть, наверное, 5 достаточно молодых-молодых арбитров, и мы полагаем, что это люди, у которых есть своя энергия, страсть, желание развивать арбитраж, и вот та энергия, которая у них есть, они также делятся с нами, они предлагают нам какие-то инициативы по проведению мероприятий, вебинаров. Мы в ближайшее время готовимся организовать большой мудкорт соревнований. Полагаем, что если все у нас хорошо, там, мы ведем переговоры с международной организацией, но если у нас все будет хорошо, мы достигнем соглашения, то под ее гидами проведем, наверное, в мае анонсируем проведение глобального мудкорта на русском языке для всего русскоязычного пространства будем приглашать университеты и страны СНГ, конечно же, для участия в этом соревновании. Поэтому молодые арбитры, то есть не только опыт, но еще молодые арбитры, если мы видим, что молодой человек, который уже где-то работает, уже есть какая-то практика, который поучился за рубежом, поучил какое-то специализированное образование в сфере арбитража, почему бы его не взять, почему бы не предоставить возможность войти в арбитраж. Поэтому на молодых перспективных мы тоже обращаем внимание. Двери в принципе не закрыты, не для кого. Спасибо. Замечательно и крайне рад слышать, что МАС собирает список арбитров, учитывая не только gender diversity, но и age diversity, о котором довольно часто забывают международные иные арбитражные институты. И вот вы упомянули инициативы, которые президиум торпедирует и продвигает. Одно из последних инициатив, насколько я понимаю, это было принятие нового регламента. Не могли бы вы сказать, в чем основные отличия от предыдущей версии регламента, что нового и что более интересного было включено в данный регламент? Мы приняли новый регламент абсолютно в новой редакции. Он у нас начал действовать с нового года, абсолютно в новой редакции. Предыдущий регламент, он основывался на нормах закона. Этот настоящий тоже основывается на нормах нашего закона. Мы обладали арбитры действовать на основании закона о международных гражданах в европейских судах 1999 года, который все время был разработан на основании полузаконной института. Но предыдущий регламент, по сути, ограничивался законом. Он буквально немного выходил за пределы закона. И как-то был немножко в стороне от тенденций настоящих современных развитий арбитража. Не совсем их учитывал, а больше, наверное, было сконцентрировано на какой-то внутренней конкуренции между внутренними арбитражами. Пытались сделать быстрее, дешевле, еще что-то, но ни к чему это, к сожалению, не приводило. Настоящий регламент разработан на сломании арбитражных правил института в редакции 2010 года с учетом, конечно же, особенностей нашего закона некоторые положения в правил не вошли в наш регламент ввиду определенных противоречий, но это абсолютно несущественно. Мы полагаем, что... То есть мы разработали свой регламент на основании арбитражных правил института. Мы это делали с участием в представительстве. Вередине института мы согласились с свой регламентом института. На института давал замечание корректировки свои предложения по адаптации нашего регламента. С учетом, конечно же, требований нашего внутреннего законодательства, вот мы на основании внутреннего закона арбитражных правил института создали абсолютно новую редакцию. Регламента, которая, на наш взгляд, должна повысить доверие у потенциальных потребителей, потому что мы, опять же, собираемся продолжать ту практику применения положения арбитражных правил института, который уже сформирован. И пытаемся, нет у нас желания ее как-то извращенно толковать с какими-то там местными особенностями. Если мы говорим про там существенные отличия, ну, буквально там несколько можно говорить о том, что у нас предусмотрены изначально при обращении. Это подача сокращенного искового заявления, упрощенного формата, с оплатой небольшого регистрационного сбора, не полностью, не полного регистрационного сбора. А предусмотрена возможность оплаты сбора сторонами 50 млн. если ответчик там будет уклоняться, то платят, можно его доплатить. В любом случае начнем платить. Но это уже, конечно же, будет формировать какой-то, наверное, негативный фон доверия к этому ответчику, который уже там будет уклоняться от этого арбитражного разбирательства, несмотря на то, что сам подписал соответствующую оговорку. Предусмотрена возможность принятия обеспечительных мер самим арбитражным. Несмотря на то, что у нас законодательство не содержит механизма признания предельного исполнения вот этого постановления нашего суда о принятии обеспечительных мер, мы предлагаем стране принять любые меры, но если опять же не принять этих мер, мы понимаем, что оно в последующем может влиять на определение даже от разных расходов по итогам сфотом делаете, какая-то страна опять же ведет себе недобросовесть. Относительно полный дискреция арбитров по ведению арбитражного процесса. Если нету каких-либо пожеланий с паром, если нету детально прописанных изначально положений, если эти предложения не высказываются в ходе арбитражного подготовки к делу, то арбитров нормальные на определенный порядок разбираться. Они могут провести организационное совещание вместе с сторонами в соответствии четкие профессиональные графики, в котором они все могут урегулировать какой объем доказательств необходим, каким образом его подставлять, какие сроки, по какой почте, имейл, имейл и так далее. Как мы извещаем в сторону, как мы участвуем, будем мы там проводить устные слушания, либо выкладывать это все на основании профессиональных документов. Мне кажется, что хорошо подготовленное, проведенное администрационное совещание с участием поможет провести процесс наиболее эффективно и наиболее оперативно. И что должно быть плюсом для сторон, оперативно, быстро мы можем это дело рассмотреть с учетом вот этого профессионального графика, который с нами могут установить. Основные отличительные моменты и намека на которые требовала в предыдущем регламенте. Спасибо, Алексей. Если я правильно понимаю, в принципе регламент масс сопоставим с регламентами ведущих арбитражных институтов. Другой вопрос, как масс можно сравнить в части регистрационного сбора, потому что многие представители бизнеса сторонятся международного арбитража, полагая, что это достаточно дорого и долго. в части арбитражного сбора какие примерные ставки масс? Давайте мы рассмотрим два примера. Допустим, иск на 100 тысяч долларов и на миллион. Если мы берем иск на 100 тысяч долларов, то у нас изначально регистрационный сбор при подаче будет 100 тысяч евро, у нас будет регистрационный сбор 500 евро. Это регистрационный сбор потом. Основной арбитражный сбор у нас будет зависеть от того, количество арбитров, сколько будет. если это будет один арбитр, то арбитражный сбор будет у нас 3375 евро. Если 3, 4750 евро. То есть, в целом, вместе с арбитражным сбором, у нас получится при цене арбитражный и арбитражный арбитре 18750 при 3 26750. Итоговая сумма у нас получается при 1 арбитре 20750 при иске в миллионах, при 3 арбитрах 28750. Опять же, мы говорим о том, что основная часть арбитражного сбора может быть предплачена сторонами в раундах. Да-да, если они ведутся добросовестно, потом, если там ответчик не уплачивает, обменное решение может быть внесено взыскание в пользу этой суммы, той части арбитражного сбора, которой ответчик не уплатил. Поэтому по общему правилу расходе возлагается на сторону замещения на сторону проигравшего, но в зависимости от того, особенности в процессе дела, арбитр вправе отойти от этого правила и сбор тем образом, который необходимо. Спасибо, Алексей. Мы уже обсудили с вами немножечко организационную структуру, положение регламента и довольно-таки низкие по сравнению с другими арбитражными институтами ставки регистрационного сбора. Хотелось бы для наших зрителей, чтобы вы суммировали, в чем основные преимущества рассмотрения споров под эгидой МАС. Основные преимущества если общие мы говорим, это нейтральность нашего института, список арбитров, который позволяет найти мы полагаем, что он будет дальше развиваться, но в сегодняшнем уже 18 регистрации достаточно неплохо, и мы полагаем, что количество арбитров с различных регистраций может расширяться, и любая страна сможет найти арбитра с той визитой, с которой ему ближе, с тем опытом, которому он доверяет, и того специалиста, которому он доверяет. У нас достаточно представительный список арбитров, мне кажется, достаточно молодые специалисты, которые могут эффективно рассмотреть спор эквалидно-независимых специалистов с большими прицепностями арбитров, к счастью, есть в нашем списке. Наш регламент, тот регламент, который основан на гражданах правильных регистраторов, у него гибкость, эффективность возможности для неэффективного оперативного разбирательства, также мы рассматриваем как плюс. Если мы возьмем, конечно, она статистика такая предварительная, и вряд ли может серьезно критировать институт, но все же те дела, которые у нас были, уже, которые рассмотрены, средний срок рассмотрения дел у нас составил 2,5 месяца. Срок подготовки итогового постановления, решения, битражного решения с момента его оглашения 11 дней. То есть, ну вот, по крайней мере, то, что было, несмотря на то, что там большой крупный спор был, мне кажется, достаточно оперативно работал институт, достаточно оперативно как рассматривал фор, так и достаточно оперативно готовил итоговые решения, потому что мы знаем, что в реальном случае есть, к сожалению, такие примеры, когда спор рассмотрен, но потом странам приходится очень долго ждать решения и даже его напишем. в это время мы понимаем, что страна, которая проиграла, может думать, каким образом мы будем прятать активы, как их уводить, каким образом мы будем реорганизовываться, ликвидироваться и так далее и тому подобное. Сам факт, даже подготовки решения может очень серьезно повлиять на окончательную исполнимость этого решения, о чем мы говорили в самом начале. Поэтому, на наш взгляд, арбитры, наши регламенты, наше постоянное применение к совершенству гидкости главных оперативных оборудований, то они должны быть регистрационными сборами для кого-то. Они должны быть теми преимуществами, которые будут привлекаться в сторону оборудования вбородов к нам. Спасибо, Алексей. Коль скоро вы упомянули нейтральность, что вы можете сказать о Республике Беларусь как месте проведения арбитража, как на законодательном уровне регулируется деятельность арбитража и какого подхода суды государственные придерживаются по отношению к арбитражным решениям и в принципе арбитражу. К самому арбитражу у нас интересная ситуация, если мы говорим про законодательство, у нас есть два закона. Это закон о международном арбитражном перетенции судов 1999 года. По этому закону суть такой может быть создан только некоммерческой организацией, целью деятельности которой является содействие осуществления международной связи международной личной ритмой и на основании этого закона у нас на сегодняшний день созданы два суда. Палата арбитров и международной судьбой 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 но у нас есть еще закон по третейским судам, который у нас принял в 2010 году и в 2012 году начало свое действие и на сегодняшний день по закону по третейским судам у нас создано 35 судов. Что интересно, что по закону международных арбитражных судов международный арбитражный суд вправе рассмотреть спор двух местных компаний внутренних судов. А по закону о третейских судах опять же нет никакого запрета на рассмотрение простым третейским судам спор с участием иностранного реверина и получается, что вроде как у нас есть условно международный арбитраж и внутренний арбитраж но как те такие и другие могут рассмотреть как внутренные споры так и спор с участием иностранного ревента и на наш взгляд если мы смотрим на них с точки и зрения Нью-Йоркской конвенции, то и те, и другие, и там, и там арбитражные решения. И там, и там arbitration. И те, и те решения должны признаваться в одинаковом порядке без какого-то там различия. Но, конечно же, если мы будем обращать внимание уже непосредственно и, кстати, вот Литейские суды, которые по закону, которые вроде внутренне, должны были изначально иметь полуарбитраж, международный, ну вот, то есть намеки на большую компетенцию, но вместе с тем, конечно же, если мы начнем смотреть на их регламенты, на списки арбитров этих судов, мы почувствуем значительную разницу. Мы сразу поймем, что вот это вот все-таки внутренний спор, внутренний суд, а вот это все-таки международный. То есть там, конечно же, значительная разница в регламентах и подходах к кормированию списка арбитров. Если говорить про среду, привлекательность нашей системы правовой, с точки зрения места проведения арбитража, то надо сказать, что в законе 1999 года наши экономические суды давно его меняют, давно знакомы с международными арбитражными судами, давно рассматривая дела признания проведения исполнения. В свое время еще в бытность высшего хозяйственного суда было принято в основании президиума, в утверждении методических рекомендаций, в основании споров в части иностранных элементов, где очень детализировано, для наших реалий очень детализировано были применения таких институтов, как императивный, сверхимперативный мир, оговорка о публичном порядке, взаимности, исполненный университет, и которые до сих пор меняют судами, постановления. В 2014 году было принято уже постановление премьерного и Дерховного суда по рассмотрению споров в честь иностранных элементов признания проведения в плане решения иностранных судов, иностранных арбитражей. И вот эти вот постановления, они как бы формируют фракт и знаете, достаточно позитивно совсем недавно, как представитель со стороны выступал в суде с заявлением о признании проведения в плане решения датского суда, государственного суда Дании и на территории республики Беларусь. Между Данией и Беларусь отсутствует договор о военной правовой помощи. И на основании принципа взаимности, только на основании правового принципа, который был статализирован в этом постановлении физизиума, когда вот было приведено именно иностранное решение без какого-то формализма, который мы встречаем во многих юрисдиктах, но и в судах у нас этот договор о достижении предотвращения. То есть достаточно так френдли, да, суд наш подошел к абсолютно иностранному институту, которым, наверное, можно было найти основание для того, чтобы не признавать эти разницы в исполнении. Вместе с тем, конечно, если мы говорим по практике, у нас встречаются случаи, когда суд применяет оговорку в публичном порядке и говорит о том, что мы отказываем признание приведено в исполнении этого решения, как, наверное, и во многих других юрисдиктах такой известный институт он применяет. Но анализируя вот те случаи положительного применения оговорки в публичном порядке, можно сказать, что, наверное, в ряде случаев ссылку на эту оговорку можно было бы избежать при должном отношении к арбитражному процессу. Я не понимаю, что я понимаю по должному отношению к учету вот этих вот особенностей нашей судебной практики. То есть есть какие-то уже усилившиеся внимание к вопросу извещения в целом и только к тому институту вообще в целом, извещения в целом, представления там, допустим, переводчика для института, который участвует и так далее. Которые иногда не учитываются при рассмотрении в арбитраже. Если мы, допустим, говорим, что гражданский специальный кодекс Российской Федерации к вопросу извещения подходит несколько иначе, чем, допустим, хозяйственные кодекс и публики Белару, и арбитры Российской Федерации без какой-то там задней мысли абсолютно, да, они могут там исходить из тех практик, из тех привычек, которые наработаны у них и изучать в том, опять же, порядке, который требует регламент, ну, и особенности, которые уже сформированы. Но не учитывая некие особенности, не те, которые существуют в нашей практике. И здесь я бы, может быть, порекомендовал, если мы полагаем, что нам необходимо будет решение того-либо нового института для вообще как бы социальный спор осматривать участники республики Беларусь, это решение переводительницы республики Беларусь. Необходимо, возможно, либо передать этот спор на усмотрение в суд, который находит на территории Беларусь или в арбитрах, либо выбрать арбитр хотя бы одного из республики Беларусь, обратить внимание, коллег, где нет, разного процесса, что давайте обратить внимание о том, что это именно таким образом обратное давление в общее вложение, которое позволит в последующем снять все вопросы. Либо давайте сделаем еще какую-то мелочь какая-то, которая абсолютно укладывается во все регламенты, на которые может в последующем негативно сказаться и быть основанием для опелирования к публичному порядку в правильном порядке. Либо, как минимум, либо даже если нет арбитра, выбраться представителя, консультант, юридического консультанта Беларуста, либо плюс вашим консультантам еще хотя бы одного Беларуста, который бы мог бы сказать, что это какая-то практика. И мне кажется, эти вот при лечении какого-то Беларуста либо в качестве либо в идеале выбора Беларуского суда, он будет снимать, в большей мере должен снимать эти вопросы негативного отношения в ряде случаев с решением и изменением по публичному порядку. Я сказать однозначно, что если у нас там все и все отменяется и оказывается презентация демократов, то есть, конечно же, разные случаи, но опять же, при принятии необходимых мер эти случаи можно привести к минимуму. Поэтому, в целом, если в целом оценивать все, то и законодательство, и судебная практика, они достаточно благосклонно к обеспечению расположены. Весь систем, конечно же, мы видим идти до улучшения, так же, как и законодательство, законные с 1925 года, изменения были, но они были незначительно возможны. Пришла пора, что это там новое, прогрессивное в отношении тех же обеспечительных мер, определение маркетражного суда, как и туда, либо еще там института. Мы, конечно же, есть что улучшать, но в целом, на сегодняшний день ситуация, на мой взгляд, достаточно сложная. Спасибо большое, Алексей, за ваше время сегодня. И, уважаемые коллеги, я настоятельно рекомендую посетить сайт Палаты арбитров в сети интернет и подписаться на страницы данного арбитражного института в сети интернет, в частности, LinkedIn, Facebook, чтобы быть ближе и быть осведомленным о практике данного института и узнать что-то новое о практике разрешения споров по Республике Беларусь. Спасибо большое, Алексей, еще раз. Спасибо большое, Илья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok